Всем привет дорогие друзья, с вами снова я, Мастер Чу, присаживайтесь поудобнее, сегодня видеоролик связанный с Lineage V. Вы спросите, что же это такое, и на самом деле я тоже задался вопросом, что же за это за игра-то такая, Lineage V, про которую мы ничего не слышали. Мы слышали про Lineage 1, Lineage 1 Mobile, Lineage Project TL, мы слышали про всевозможные другие игры, Lineage 2, Lineage 2 Essence там и так далее. Но мы никогда не слышали про игру Lineage V, и вдруг начало появляться достаточно большое количество информации относительно этого проекта. Сегодня мы поговорим как раз таки о нем. Итак, не так давно в моем телеграм-канале, ссылка на который в описании, люди в комментариях начали спрашивать, Илюха, начали появляться новости относительно этой игры, и я решил разобраться специально для вас, А также найти те самые моменты, которые вполне возможно и еще не нашли те ребята, которые уже наснимали кучу видеороликов про эту игру. Кто-то там рассказывает про лор, кто-то рассказывает про то, какая крутая или не крутая будет эта игра, Но по большому счету это предположение. Сегодня точно так же будут предположения от меня, но еще и очень добротные факты. Поэтому поехали, давайте посмотрим видеоролик, который появился 11 августа на новом официальном YouTube-канале Lineage V. 11 августа он появился, 2 миллиона 618 тысяч просмотров на момент снятия данного моего видеоролика, Причем 238 лайков и 662 дизлайка. Почему так, мы поговорим об этом чуть позже, а сейчас само видео. Я буду моментами останавливать данный видеоролик, дабы комментировать. Ну да, мы видим с вами крест, это, судя по всему, то самое место, куда Мастер Чу отвез диск с Lineage 2 интерлюдом, Где я его и закапывал. Судя по всему, NCSoft увидела, Взгрустнула. И показывает нам, на самом деле, картинки, очень сильно походящие на Lineage 1. То есть, вся вот эта вот атмосфера и так далее, она очень сильно напоминает Lineage 1. Если мы с вами переместимся на официальный сайт NCSoft, То мы сможем с вами увидеть, что вот такая вот именно тематика и такая графика, Она во многом очень напоминает Lineage 1. О графике мы также с вами поговорим чуть позже. Здесь нам рассказывают, собственно, мир, Там, как переходило из поколения в поколение, Все по крови. Lineage, те, кто не знает, можете загуглить, Каким образом это дословно переводится, А также общий смысл этого слова. Да, и не путайте с Lineage, Меня постоянно, постоянно упрекают в том, что я неправильно произношу. Вот он весь, собственно, видеоролик. Lineage V. То есть, как шутят сейчас некоторые комментаторы на Invene, Я даже для вас специально нашел, И покажу вам отношение Кореи к этому всему. Перевернем букву M на букву V на 90 градусов, На самом деле не на 90, на 180, Но да ладно. И как бы все будет выглядеть идеально. И комментарии именно на корейском сайте на Invene, Это, грубо говоря, что-то типа нашей Гохи, Там и любые другие аналоги. Все абсолютные комментарии шуточные, В том плане, что, ну, как же так, ребята? Остановитесь, не делайте этого. Все полностью высмеивают компанию, И причин этому очень и очень много. Более того, на этом сайте, на Invene, На самом верху мы с вами можем видеть надпись Относительно рекламную. Сейчас я вам прокручу, да, Он не всегда вылазит именно с Lineage V. Black Desert, Black Desert. Это у нас Айончик от NCSoft. И вот вы видите, да, вот та самая плашка, На которой написано, что более полную информацию, Что мы получим с вами большое промо, Получим большое интервью в лайв-формате. Вероятнее всего, это будет какая-то презентация. Происходить она будет 19 августа, Поэтому уже через неделю, То есть буквально, вот вы видите, да, 6 деньков осталось, Мы начнем получать по поводу этой игры Все больше и больше информации. Что это будет? Это будет либо анонс ЗБТ, Либо это будет анонс Альфы, Либо это будет просто анонс Когда-то в будущем выходящей игры, Пока до конца непонятно. Но из многих источников Можно достать очень интересную информацию. Давайте пробежимся по вот этим ссылочкам, Я специально для вас подготовил. В каждой из них мне есть, Что вам сказать и показать. Это официальный сайт, Вы видите lineagevplaync.com Соответственно, здесь из всего, Что представлено, Это основная страничка, Плюс пролог, сайт сделан великолепно. Здесь вообще абсолютно не к чему прерваться. Здесь мы можем видеть то самое первое видео, Которое мы с вами видели, Уже посмотрели. Соответственно, на второй страничке Мы можем с вами посмотреть Вот это Blood Pledge, так называемый, Да, история lineage Из поколения в поколение, Как передавалось. Все это дело по крови. Судя по всему, у них какие-то кровные, Кровные вот эта тематика, Очень сильно прослеживается. И здесь идет краткая история. То есть, лор, У них она в Корее называется немного по-другому. Идем дальше. Кому интересно, я скину ссылку на этот сайт в описании, Сможете посмотреть сами, Абсолютно все покликать. Все кликабельно, и все достаточно интересно. Ну и последнее, это то, что основная новость 19 августа, Global Online Showcase. То есть, они нам и покажут на этой конференции, Что будет в этой игре. Что будет она из себя представлять, Предположить очень легко. Чем мы с вами можем руководствоваться, Когда обсуждаем с вами эту игру? Соответственно, у NCSoft, Огромнейшее количество инвесторов и так далее, И все мы знаем, И в моих видеороликах очень часто проскакивает, Различные вырезки с их конференции, С их ежеквартальных отчетов перед инвесторами. То есть, сейчас доступен отчет о втором квартале, И они готовят постепенно отчет о третьем квартале, О своей выручке, О том, как у них все это дело продвигается. И более интересно, в картинках можно это посмотреть. Сейчас я вам покажу, где. Вот здесь. Это достаточно интересный PDF-файл, Почему-то на который так никто, До которого и не добрался. И давайте мы его постепенно с вами разберем, Чтобы вы понимали, Чем вероятнее всего будет являться эта игра. Они рассказывают своим инвесторам о том, Что доход их очень сильно растет внутри их страны, Но огромнейшие сложности у них, Выход на так называемый Overworld рынок, То есть, абсолютно на весь рынок. Вот их, соответственно, доходы, да. В 98-м году у них был тайтл Lineage, С которого все началось, Затем они выпустили Lineage 2, Потом ION, Blade & Soul Guild Wars, И потом, смотрите, Lineage M и Lineage 2M. Эти два проекта у них стали основными, Которые стали приносить в десятки, в сотни, в тысячи раз больше денежных средств, Нежели обычные компьютерные проекты, Которые сейчас, по большому счету, Уже интересны, скорее всего, Кучке каких-то корейцев, А также нашему русскому комьюнити, Которые, видимо, в казино в 90-е еще не наигрались. Здесь они прописывают, где у них расположены, где они паблишатся, И финансовые различные хайлайты. Но самое интересное у нас с вами идет ниже. Они намекают на то, что, ребятки, мы зарабатываем слишком мало. Они говорят своим инвесторам, что мы для вас все сделаем, чтобы зарабатывать еще больше. И мы постараемся выйти с корейского рынка на мировой. Уже как серьезная крупная компания, какой она, собственно, и является. Но, как говорится, денег много не бывает. Мы для вас еще что-нибудь приготовим. И это что-нибудь, судя по всему, это как раз-таки вот это Lean HV. И здесь, в этом самом отчете, засветилась очень интересная вещь. Да, и, кстати, смотрите, они показывают, что рост более чем в 8 раз. То есть, вот эти самые лутбоксы для них это милое дело. Здесь они рассказывают о том, что они адаптировали, пытаются каким-то образом адаптировать всю эту систему под общий рынок. И, соответственно, выпустили первую онлайн-мобильную игру с реальными боями в реальном времени тысяча на тысячу. Да, действительно, великолепнейшая оптимизация. Здесь инси-софтам нужно отдать должное. Но очень много проблем, на самом деле, все-таки с той же самой Lean HV 2 Mobile сейчас присутствует. Где игра на европейско-американский рынок? Так, непонятно, будет ли она вообще тоже непонятно. Мы все ждали, что ее зарелизят к ноябрю, но пока новостей никаких нет. Да, и они рассказывают про Purple, что они стремятся выходить на кросс-платформу, чтобы все это дело вы играете на мобилках, также на компах. И вот все в итоге собирается, ребят, в один такой большой комок. Сейчас я вам объясню. Они стремятся сейчас, вот вы видите, первое упоминание Lean HV, вот здесь на картинке появляется. Они очень сильно хотят выйти в overseas, то есть они очень сильно хотят зарелизить свою игру на рынок. Что такое доход для любой крупнейшей компании? Соответственно, это их прибыль. Прибыль вырастет в том случае, если они смогут уйти с одной платформы на максимальное количество платформ. И тот самый проект Lean HV они планируют зарелизить как кросс-платформенный проект под компьютеры, вероятно под мобильные устройства. Вполне возможно, что под PlayStation, под Xbox и так далее. В чем суть и почему так? Все очень просто. Чем больше у человечества возможностей поиграть в их продукт, тем больше вероятность того, что он зайдет, он заплатит и он сможет передать деньги этой самой компании, то есть NCSoft. Сколько у нас в руках телефонов? Очень много. Но кто-то целенаправленно не играет на телефонах. У кого-то дома стоит Xbox, у кого-то дома стоит та же самая PlayStation, у кого-то дома стоит компьютер. И чем больше они проникнут в этот рынок с помощью одной игры, чем больше они дадут возможности именно играть кросс-платформенно, тем больше у них вырастет их прибыль. И более того, они во многих своих questions and answers, Q&A, они задают вопрос, им точнее инвесторы задают вопрос, что же нам делать, как же нам вырасти еще больше. И они говорят, что мы пытаемся подстроить свою вот эту вот систему, да, платежную в играх под рынок, под американский. А Америка и Европа, она стабильно не готова и она не любит pay to win проекты. То есть free to play, так называемый, да, просто-напросто скачал и играешь. Pay to win, это мы уже так, грубо говоря, ее называем, там где ты должен платить для того, чтобы побеждать. Но фактически это одна и та же модель распространения игры. Америка привыкла к проектам по типу World of Warcraft, где ты buy to play, то есть ты купил и играешь. Идем дальше. И здесь вы видите, что у них как раз-таки сейчас стратегия, что делать. И вот здесь самое интересное. То есть они говорят про PC-интернет, они говорят про постепенное развитие, то, что они перешли на смартфоны и мобильные устройства, собираются подключать PS5, то есть PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. И в итоге они хотят выйти на то, что одна и та же игра будет находиться в одной экосфере, да. То есть неважно, это PlayStation, это Xbox, это Switch, это компьютер, это мобильное устройство. И они планируют тем самым увеличить свой доход в несколько раз. Скорее всего, так и будет. Что еще известно по поводу этой игры? Игра, как говорят, разрабатывалась на движке Unreal Engine 4. Современный движок, на нем обычно очень красивая, хорошая графика. Мы с вами в одном из моих видеороликов говорили о том, что есть такая у нас команда, да, луч, которая пытается сейчас переделать линейку в Unreal Engine 4. И здесь в очередной раз вот для вас объяснение того, что, ребят, ну вы не дождетесь в своем эссенсе, мэйне и так далее, какой-то сверх крутой графики на новом движке. Не будет этого компании, проще выпустить новую игру. И как раз-таки Lineage V, вероятнее всего, и будет являться этой игрой. Каким образом они подстроят свою донат-систему с огромнейшим количеством паков, пока непонятно. Но на их официальном сайте, что мы создаем, пока что даже не присутствует игры, которая называется Lineage V. То есть мы банально можем с вами посмотреть про Lineage, про Lineage 2 и про мобильные проекты, соответственно, под каждым из этих тайтлов. И да, помните, я вам говорил в самом начале, вот здесь вот, что тематически и графически все очень сильно напоминает первую именно линейку. Вот вам, пожалуйста, опять абсолютно все то же самое. То есть первая линейка. Вероятнее всего, они хотят просто-напросто усовершенствовать первую Lineage, взять лор оттуда. И это, вероятнее всего, будет именно мой РПГ. Потому что они говорят, что они хотят занимать рынок мой РПГ. Это не будет каким-то экшеном по типу Diablo, Diablo Immortal, там еще чего-то. Они хотят нам скормить именно очередную мой РПГ. Ну и да, друзья, если такой пуш информации пошел, если они действительно настолько сильно рекламятся уже и на Инвене, в шапке пост, начинают появляться новости, то, вероятнее всего, в ближайшее время над нас начнется обрушиваться просто огромнейшее количество информации относительно этого самого проекта. Самую главную инфу мы получим, вероятнее всего, 19 августа. Ждите, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Ну, а лично мое мнение. Это, скорее всего, будет более европеизированная линейка. Скорее всего, в ней будет все равно огромнейшее количество доната. Надеяться на то, что они откажутся от своих Pay to Win лутбоксов, где ты открываешь лутбокс с определенным шансом из него что-то достаешь, потом этот предмет шансово точишь в предмет, который шансово ломается или нет, и потом снова шансово ты что-то или нет получаешь. Мне, например, это уже осточертело, это действительно казино в казино в казино, где нужно платить, платить, платить и еще раз платить, и где не решают абсолютно скиллы, решают только деньги. А когда мы посмотрим на это поле, вообще вот то, что, да, на картинке сейчас видно, то у меня вспоминается, к примеру, тот же самый New World, который я видел недавно, то есть огромные поля. Может быть, это что-то будет из разряда песочница. Песочница, жесткая, хардкорная песочница. Это лично мое мнение, где после смерти ты будешь терять все на абсолютно полном хардкоре, и вероятнее всего, они хотят сделать так, что ты все потерял, быстренько, чувак, задонь, купи то же самое, вот тебе пакетч с твоим же шмотом, и погнали. Мне кажется, что будет выстроена эта система именно таким образом. Они говорят, что игра уже почти готова, во что я абсолютно не верю, потому что любые хорошие проекты подобного уровня и крупные МОРПГ делаются ни год, ни два, и даже ни три, чаще всего это от пяти лет больше. Постольку, поскольку мы не слышали абсолютно никакой информации относительно этого проекта, очень и очень странно все равно это выглядеть, надеяться, что мы уже в этом году с вами будем играть в какую-то непонятную линейч в ММ. Достаточно сложно, и я в это правда не верю. Извините, я, может быть, просто-напросто сейчас уже немного поимел опыта, скажем так, да, с этой компанией, и надеяться на что-то именно с этими ребятами я точно не буду. Не негативлю, высказываю свою позицию. Project TL мы с вами так и не увидели, и вероятнее всего не увидим, поэтому своеобразного Диаблоида от NCSoft'а, вероятнее всего, уже никогда не будет. Но надеяться на что-то новое и интересное мы можем всегда. Линейч В, ваше мнение в комментарии, что это будет, какая будет система платежная, когда игра выйдет и так далее. Делитесь своим мнением в комментах. Давайте откроем там очень и очень активное общение. Я буду стараться отвечать на самые интересные комментарии, но прочитаю я их абсолютно точно все. С вами был я, Мастер Чу. Больше новостей по этой игре в будущем. Пока!